Светлана 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 И они так едут, странно, в общем. Что скажешь? Вот у нас тут суденышки. Но чуть левее, видите, вот тут за такими каменюками. Там находится марина. Гавань такая. И мы туда сейчас сходим погулять. Покажем вам поближе. В Хафмундбэй, друзья, вы можете взять на прокат лодочку, там катерок. Вы можете отправиться на рыбалку. Здесь есть такие сервисы, где на 4 часа тебя везут, допустим, в океан куда-то. И они знают, где рыбы много. Вас туда сразу отвезут. Вы там порыбачите. Ну, а можно просто покушать. Вот мы сейчас проходим мимо ресторанчиков. Их тут достаточно много. Вот мы идем, кажется, чуть ли не в одном сидим. Нет, это разные ресторанчики. Они недорогие вполне по карману нормальным людям, простым. Вы даже можете вот по автомобилям судить. Тут не то, что все на Мерседесах или на Феррари. Нет. Нормальная публика, простая. Вот. И все это на фоне океана. Вот справа я сейчас покажу. Вы можете даже пойти к океану там лодочки и с лодочек продает рыбу, которую сегодня выловили. Ну, в идеале надо бы пораньше прийти. Я не уверен, что прямо сейчас вот. А сейчас часа может быть два. А может быть меньше. Там много чего можно приобрести. Но, во всяком случае, можно прямо тут отдать. Вам сготовят. Ра, крабов каких-нибудь. Можно прямо купить сырую рыбку. И здесь сготовят. Зашли на такую, ну, не знаю, пирсом не назовешь. Но некоторую дорогу, которая ведет к судам. Вот эти суда. Стоят это гавань. Вот вы видите. А вот с этой дороги туда, значит, такие ведут тропы металлические. Мы сейчас пойдем посмотрим. Вот смотрите. Буква Ф. Ряд номер Ф. И говорят, что у нас нынче продается. Вот на 55-м у нас свеженький. Вот какой-то живая треска там у них. На 10-м, это Салман. На 6-м мародер Фрэш Салман. Ну, пойдем посмотрим, что там так. Вот лодочки стоят, видите. Так они пришвартованы. И садиться туда удобно. И если там, допустим, торговать чем-то, тоже удобно. Вот, пожалуйста. Так. Такие вот яхты. Света мародер, это название яхты. Вот написано. Яхта мародер. Значит, Вайлд. Кинг Салман Вайлд. Это который дикий. Его не выкормили на ферме. А вот он пойман, так сказать, в океане, где свободно... Где свободно, так сказать, созревал. Я только не вижу, где, собственно, торговля-то происходит. Тут такая яхта. Ее даже из воды вот вынули. Вряд ли это для того, чтобы ее предохранить от ржавчины. Но вот, не знаю, для чего-то вот ее вот так водоросили. Наверное, обслуживание какое-то. Она так выглядит, как новая совсем. Симпатичная. Да, тут они с двух сторон. Слева поменьше. Справа побольше. Такие. Очень симпатичная. Тоже, смотрите, на каких-то мешках она. Надутых, резиновых. Что с ней не так, не знаю. Ну, так она приподнята. И здесь тоже. Вообще интересно, что происходит. Так вот на понтонах таких всплывает. И чего-то тут ждет. Антенны какие, посмотрите. Я думаю, знаешь что? Почему они ходят? Я думаю, может, тенденция какая-то пошла вот так. Котирочки приподнимать. Чтобы они стояли не в воде. Она, ну, как бы, без воды. Как массово. Вот прям идешь со всех сторон. Какие-то новые технологии. А мы не в курсе. Друзья, вот так не походишь какое-то время. Так и не будешь знать. А вот там чем-то торгуют, Света. Давай посмотрим. Света, ты глянь, какой широченный. Ты понимаешь? Буба из Одессы. Буба Косторский. Нет, это другое. Это Баба Шримс. Или как они там? Из кинофильма. О, такое котирище. Хотя здесь, мне кажется, не спрятишься вниз, да? Нет, тут не змея. Тут нет кубрика внизу, да. А вон там, ты смотри, у него клетки эти самые для крабов. Ну, как же раков-то в океанской воде? Вот раки, вот там, не просто. Крабы. Мы дошли практически до конца вот этого настила. И тут вообще такой, я бы сказал, красивый, красивый поддон, понтон. Не знаю, как его назвать-то правильно. Под котирочком. Тут мужики какие-то есть, ехтсмены. Я у них сейчас поспрашиваю. Или потому что они рыбаки там, не знаю. В общем, что это вдруг такая тенденция. И вам тогда расскажу. Да, друзья, вот рассказали нам пацаны, значит, местные, что это такая тенденция нынче. И что установка этого хозяйства стоит 5 тысяч. Но зато действительно не требуется раз в год вытаскивать яхту из воды и обдирать то, что там на нее нарастает. И я говорю, что, может быть, они не собираются скоро пользоваться, раз они так. Нет, говорит, что-то это, говорит, управляется одной кнопкой. Ты, говорит, нажал кнопку, тут же яхта плюхнулась в воду. А потом, значит, ты ее ставишь, нажимаешь кнопку, он ее вынимает из воды. Гармин – это навигационная система. А яхточка вот это. Такие моторчики повынимали. Свет, нет желания завести яхту? Нет, вот покажи, как дядечка драит ее, нет желания, покажи. Дядечка драит, ну, правда. Дядечка ее драит. Ну, а что же? Один раз гонял, и нужно все очистить, иначе все будет ржавое, грязное. Да. А это вот якорь, Света, смотри. Где? Вот перед тобой. Да, да, вот это то, что ты трогаешь, это якорь. Да, вот написано, что это лодкоподъемник. Видимо, качает воздух. Видите, он шлангами соединен с понтонами. Это не рыба плавает, это наши друзья плавают. Видимо, он, значит, опускает, поднимает понтоны, выпуская и там запускает в них воздух. Вот это чужая лодка тут, но я пришел заснять пару дельфинов. Они здесь резвились в воде. Вот пока я зашел, не знаю, куда они тут делись. Вот прямо вот тут они, так, спинками. О, окра. Это, ну, в общем, я не успел даже глянуть, он так фыркнул и ушел. На судне мародер появился хозяин. Он, оказывается, уже все продал. Мы пойдем напротив. Вот тут другое судно. И тут продают вот кингсалмана свеженькую. Там очередь прям, можно сказать, американская рыбачка. Объясняет ребятам, что вот сколько рыбка может находиться во льду. Она дает им пакет и лед дает. Но они планируют еще погулять тут немножко. И говорит, вот часов пять, говорит, выдержатся. И тут минут сорок езды, они в синеве лежат. Такой разговор происходит. А это вот холодильничек, где они рыбку держат.